Добрый вечер! Добрый вечер! Я бы хотела сказать, даже не только один из самых востребованных, но один из самых красивых актеров Казахстана. Ты как к своей внешности относишься? Самое критичное. Я не верю. Придется. Я говорю честно. Придется. Тебе некуда деваться. Не, ну я думаю, что ты знаешь, что ты красив, что внешность – один из главных твоих плюсов. И благодаря своей внешности, в первую очередь, я думаю, тебя приглашают на главные роли. Я надеюсь, что не только из-за внешности. Я не считаю себя красивым. Да, мне дали понять с детства, что я чем-то привлекаю людей. То есть я могу сказать, что что-то во мне есть такое, но называть себя красивым я никогда не осмелюсь. Потому как я это так не считаю. По поводу того, что берут на роли, да, в начале так и было. В казахстанском кино, наверное, главную роль всегда играет этот типаж. Почему-то, может быть, из-за нехватки актеров, людей всегда ищут по типажам. И в какой-то момент, видимо, мне повезло и понадобился мой типаж. Если в Голливуде секс-символами являются Брэд Пир, Джордж Клуни, да, то у нас в стране Аслхан Тулепов, Санжар Мадиев, Берри Кайджанов, Нурлан Алимжанов, да. То есть у нас в стране, получается, сегодня, в первую очередь, важна внешность, да? Ну, всегда встречают по одежке. Но главное, чтобы и внутри что-то было. Я не скажу, что вышеперечисленные иностранные актеры, они сразу начали играть очень хорошо. И они просто поняли, что это очень необходимо все-таки уметь передавать какие-то эмоции. Но Энтони Хопкинс, мне кажется, его игра и внешность, ну, ты бы не сказала, да, что он самый красивый человек. Но харизма у него просто бешеная. Вот и весь ответ. Мне кажется, это не только внешность. Но его не называют секс-символом. Ну и хорошо, что это... А тебя называют. Ну, мне от этого ни холодно, ни жарко. Мне было бы намного приятнее, если бы меня называли бы все-таки актером, в первую очередь, а не обложкой. Но, тем не менее, ты говоришь о том, что ты самокритично относишься к своей внешности, что как будто бы тебя внешность твоя не волнует, да? Но, тем не менее, судя по тем экспериментам, которые ты проводишь над собой, меняя прическу, спрашивая у своих поклонниц, да, как тебе лучше, с длинными волосами или с короткими, я думаю, что здесь ты все-таки лукавишь, и внешность все-таки для тебя играет роль. Ну, здесь больше не внешность, здесь вопрос... Да, может быть, это выглядит как будто я пытаюсь что-то найти, но мне важен эксперимент. Я пытаюсь найти разные амплуа, что ли, если так назвать. Потому что я актер, и бывает такое, что некоторые режиссеры просто боятся экспериментировать со внешностью. И я хочу этим заняться сам, помочь им. То есть, если они скажут, а вот как бы ты выглядел с длинными волосами, я говорю, а я вот так. Или и сам я уже понимаю, что это мои волосы, что я, как я с ними хожу, моя уже какие-то, как бодилейнг, что я говорю, это уже игра руками, там, глазами. Это все я не делаю ни для того, чтобы кому-то понравиться. Нет, не дай бог, конечно. Мне такое не надо. Я никому не пытаюсь нравиться. В первую очередь хочу понравиться самому себе. Если я чувствую комфортно себя, то, значит, я понравлюсь еще кому-то. Ну, ты доволен сегодня, на сегодняшний день, собой, своей игрой? Я не могу смотреть на себя со стороны, в плане по телевизору или в кинотеатре. Ну, сколько лет ты уже в кино? Наверное, уже шесть или семь. Я не могу пересматривать фильмы. Точнее, я пытаюсь, я заставляю себя пересматривать, потому что мне всегда кажется, что я здесь не так сыграл. Можно было лучше, здесь нужна была другая эмоция. С каждым разом я расту в плане игры и понимаю, что все предыдущие можно было сыграть совсем по-другому. Так странно слышать это от актера, потому что, играя роль, снимаясь с кино, ты же все равно потом смотришь на себя на больших экранах, да? И от тебя же зависит, получится фильм или нет. Да. Но я больше смотрю вне экрана, в плане перед ролей я пытаюсь присматриваться к людям и перенять какие-то мне необходимые микродвижения или еще перенять опыт, что ли. Но я смотрю на себя только во время премьеры, вот и все. После я не могу уже. А что ты думаешь о кино в Казахстане? Потому что мне кажется, что у нас кино, оно такое, да? Почему вот мы не особо любим ходить на наши фильмы? Потому что через раз бывает, что ты веришь. В кино всегда главная задача – это написать хорошую историю. И не только у нас. Это не всегда получается. Если история плохая, как бы ты ни снял, как бы это гениально не было бы, с точки зрения техники, технологии, красок, то это будет не фильм, это будет просто картинка. И талант написания истории, мне кажется, это самое главное. Почему одним ты веришь, другим нет? Значит, у одних история прописана хорошо, а у других нет. Нет, можно смотреть самый неудачный голливудский фильм, который провалился в прокате, но там снимаются, может быть, не лучшие голливудские актеры, но ты веришь этому фильму. Ты смотришь, ты можешь даже впервые видеть этих актеров, но ты веришь всегда. Я встречался с такими ситуациями, когда режиссеру было абсолютно все равно на игру актеров. Ему важно было просто выстроить план. Вот и все. И я не считаю такого человека режиссером. Потому как он, может быть, фотограф, хороший причем, талантливый, ему важно, как будет падать свет, ему важно. Это задача уже оператора. Но никак не режиссер. Режиссер, если брать во внимание Соединенных Штатов Америки, режиссер, он занимается только актерами. Все, что находится на площадке, свет, грим, костюмы, они это обговаривали задолго до того, как они начали снимать. Съемочная площадка, режиссер, актер, они неотлучные просто. Отснялись, прибежали, обсудили, посмотрели. У нас режиссер – это многозадачник такой, универсал. Он делает все, наверное. Абсолютно. Вплоть до того, кого надо отвезти, разговаривать со водителями, где кухня или еще что-то. Пока ассистенты просто прохлаждаются. Но ты начинал с массовки. Да. С кочевников. Когда ты вообще принял решение стать актером? Я никогда не хотел быть актером. Я хотел быть космонавтом всегда. Но так получилось, что где-то меня заметили на улице. Это, я рассказываю вообще, тьма тьмущая, это гремучее леса давным-давно было. Мне сказали, приходи на кастинг. Точнее, не на кастинг, а сразу на съемки какого-то ролика. Я пришел, я посмотрел, мне вроде понравилось. Потом я сам к ним пришел. И потом я это забыл. Но и мои друзья после этого, они узнали, что я все-таки снимаюсь, и позвали меня на кочевники, на кастинг. И меня взяли туда. Побывав на съемках кочевников, я возненавидел кино всей своей душой просто. Потому что я играл массовку в жару. С нами обращались хуже, чем с животными. При этом я узнал, что мне платили в два раза меньше, чем надо было. Кто-то себе отстегивал свой процент. Я сказал, я в кино больше ни ногой. Но при этом тем ребятам, которые были со мной, я говорю, или я ухожу из кино, или меня будут так же возить, как в этом белом джипе с кондиционером, и будут кормить фруктами. Они посмеялись. И потом я, наверное, года четыре вообще не был в кино, и никогда не видел камеру. До тех пор, пока случайно не попал на фильм «Обратная сторона». И с тех пор я понял, что это все-таки мое, так как судьба меня пытается толкать, какие-то дают знаки. Но ты уже едешь на белом джипе с фруктами? Серый джип. Но возят тебя на джипе? В нашей стране актеры могут хорошо зарабатывать? Нет. Хорошо жить? Пока нет. С титулом звезды? Титул звезда – это вообще отдельная история. Так обычно называют, когда хотят что-то сделать бесплатно. Они говорят, ну вы же звезда, вы же народ же. Да давайте вы сделаете бесплатно. Только тогда все. А в других моментах кто? А, что у нас нет звезды? Чтобы ему столько платить, да вы с ума сошли. Ну сколько платят тебе? Я не могу озвучивать эту сумму. У меня есть контракт с моими агентами. Ну хорошо, я не спрашиваю, сколько тебе заплатили за фильм. В новом фильме ты снялся «Ход конем», да? Это вы в Армении снимали. Или сейчас вы снимаете фильм. Я не спрашиваю конкретно о гонорарах этих фильмов. В общем, в целом, Санжар Мадиев – дорогой актер? Принято считать, что да. Потому как я… Принято по какому прайсу? Потому что мне об этом как-то доносят. Это о том, что вы же все-таки дорогой актер. Кто так решил? Кто-то кому-то что-то сказал. Но я смотрю всегда от фильма, от его бюджета. Если бюджет позволяет, и эта роль действительно того стоит, и я там делаю не только актерскую игру, я и делаю какие-то физические упражнения. То есть то, что, может быть, должен сделать дублер, но это делаю я, то это, конечно, отдельная оплата. В случае, если фильм малобюджетный, я всегда пойду на уступки. То есть деньги – это не самое главное, но ты все-таки должен на что-то жить. У актера нет никаких пенсионных отчислений у нас на сегодняшний день. Мы не платим, как таковых, прямых налогов, они отчисляются только от суммы гонорара. Мы не можем взять кредит. Мы, выйдя на пенсию, дай бог, что будем получать? У вас нет никаких пенсионных отчислений? Абсолютно никаких. И при этом все время пытаются ущемлять, говорить, ну, вы не звезды. Ну, хорошо, сколько, вот если ты видишь, что бюджет хороший, да, у фильма, вот сколько ты будешь просить? 10 тысяч долларов? За один день? За весь съемочный процесс? Нет, ну, 10 тысяч – это работы 2 или 3 месяца, это очень мало. В среднем, я знаю, что в Штатах массовка получает 500 долларов за съемочный день. А у нас? У нас 500 долларов не получает даже главный актер. В день? В день. А сколько у нас в день получает главный актер? В среднем, может быть, 200 долларов. Сколько обычно вот для отсосъемки? По закону 12-часовой рабочий график. В итоге 20-часовой получается. То есть переработка жуткая. Ну, мне интересно, просто сколько ты зарабатываешь? Не так много, чтобы позволить себе купить домик на Майами. Даже на билет до Майами. А сколько тебе лет сейчас? 27. В 27 лет, в нынешнее время, многие молодые парни возглавляют банки, да? Это мои друзья, многие из них. В национальной компании, да. То есть зарабатывают очень большие деньги. Как насчет мужских амбиций? Не обидно, что ты в 27-летнем возрасте не можешь себе позволить там лишний билетик на Майами, да? Обидно, безусловно, обидно. И, как я и сказал, эти многие ребята, эти директора, мы с ними начинали в финансовой структуре. Я магистр финансов по образованию и работал в банке. И этих ребят я встречаю. Мы пытаемся сейчас встречаться, чтобы не забывать друг друга. Но, конечно, за все, что приходится платить. Они платят своим здоровьем, чтобы заработать эти деньги. Я тоже трачу свое здоровье, но у меня это узнаваемость, которая впредь дает мне еще работу и еще работу. Но я выбрал себе такую роль, роль актера. Я пытаюсь, конечно, изо всех сил изменить ту структуру, ту советскую структуру, где актеры уходили на пенсию, будучи нищими. Я этого не хочу. У меня были переломные периоды, когда я просто хотел уйти из кино, навсегда захлопнуть дверь, причем громко захлопнуть, и сказать, что все, мне это не надо уже. Спасибо, до свидания. Но потом меня судьба все равно пыталась сказать, подожди, 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 еще не время, еще не время. Приходили новые проекты, и один лучше другого. Но, к сожалению, менталитет или, может быть, просто жадность человеческая, она не дает другому разбогатеть. Я не понимаю, в казахфильмах уделяются большие деньги. Бюджет каждого фильма, который снимается у нас в стране, ну, это такой внушительный, да, то есть суммы, мы же знаем суммы, да, мы знаем, какие кассы собираются. Я не могу понять, почему наши актеры, у меня была Асель Сагатова, твоя коллега, да, которая сказала, что мне, в принципе, без разницы, да, сколько мне будут платить, мне самое главное, чтобы роль была, чтобы мне было по душе. Я просто думаю, что, может быть, это ваша вина, что вы сами всегда идете на уступки и говорите, вот если мне роль понравится, я готов. Ну, здесь не все так просто. Я не иду на уступки, если того не требуется. К примеру, если мне нравится роль, и мне говорят, что такая сумма, я говорю, давайте больше, все равно, в любом случае. Для этого я нанял своих агентов. На меня работают люди, которые в ней ищут роли, они договариваются только юридически, всю финансовую сторону они берут на себя, потому что это лишняя морока, и я не хочу думать о деньгах, когда я работаю. Но... Но я скажу, что это очень интересно вообще, иметь агента у нас в Казахстане, учитывая, сколько фильмов у нас снимается в год. В том-то и дело, что я их нанял не для того, чтобы искать только в Казахстане, потому как я, наверное, был один из первых, кто вообще нанял агентов, и когда мне звонили режиссеры... Агенты, которые работают у нас в стране, или это какие-то международные генеры? Здесь, нет, здесь, но у них есть выходы уже на... То есть они тебе ищут роли по всему миру? Да. Ты учился в Нью-Йоркской академии кино? Да. За счет казах фильма? Первый раз, да. Второй раз за свой счет. Чему ты там научился? Верить в кино. Я не скажу, что там колоссальный тебе дают опыт за то время, которое я там проучился, но в плане духовного это просто безгранично. Ты живешь кино. Ты видишь кино, ты чувствуешь кино, ты трогаешь кино. И вернувшись сюда, уже, наверное, прошло три или два года, два, наверное, или три года, до сих пор этот энтузиазм во мне еще не угас. Потому что я видел, как работают правильно. Я видел, как люди получают за это деньги. И я хочу, чтобы у нас... И как работает эта машина, да? Как работает. Это индустрия. У нас это пока хобби... Да и даже их хобби сложно назвать. Это так. Нет, почему? Боян Сентаева считает, что это не хобби. Она на этом зарабатывает деньги. У меня... Для меня это работа. Но для кого-то это просто хобби. То есть человек заработал деньги на какой-то другой индустрии, там, металлургии или еще что-нибудь, нефть, и решил снять фильм. Все, он снял его, ему это понравилось. И он начал дальше снимать. Но вникнуть в сам процесс, это совсем другое. Но не было попыток остаться там, в Америке? Попыток? Попытки были, конечно. Но не такие, чтобы уйти с головой и сжечь мосты. Точнее, и попытки до сих пор есть. У меня там очень много друзей среди продюсеров и режиссеров, актеров. Но там надо жить. Там надо жить, надо основательно остаться. Как минимум года два. И все время пытаться идти на кастинги. Если ты будешь здесь и отправлять им туда свои резюме, они... А что мешает остаться там, жить два года? Ну, то есть добиться своей цели? Это такой шаг очень опрометчивый. Почему? Тогда ты теряешь все здесь. Пока здесь есть работа. А что ты теряешь здесь, скажи мне? Работу. Там не факт, что ты получишь работу. То есть если Санжара Мадзиева сейчас не будет в Казахстане, твою нишу кто-то займет? Естественно. Да не то, чтобы даже займет, но я думаю, я уже никому здесь не буду нужен. И там я никому не нужен. И здесь никому не нужен. Но это уже... Два раза никому не нужен, это уже плохо. А казахстанский кинорынок не тесен для тебя? Ну, всегда есть такая тоже человеческая жадность, но в хорошем плане этого слова, что хочется всегда больше, хочется все время расширять границы. Я пытаюсь расширять границы. И благодаря фильму армянскому, который выходит вот скоро, я еще раз поверил в себя, что все-таки не только в Казахстане, мне могу быть известным, но и за пределы уже СНГ. И все-таки Европа, Запад, Китай, я надеюсь все-таки развиваться туда. А российский рынок? Российский рынок, здесь слишком щепетильная такая ситуация, что выходцам из Средней Азии намного сложнее, нежели славянам. То есть я не скажу, что это невозможно, но это надо, наверное, положить в свою жизнь, чтобы добиться чего-то в России. И при этом я не скажу, что там люди зарабатывают очень много. И я не скажу, что я там кому-то нужен, опять-таки. Но мне знаешь, что нравится? Вот я ходила на спектакль Сергея Безрукова в Астане. И я поняла, что российские актеры, они в основном играют в театрах. Да. И изредка в кино. Наши актеры в театрах не играют. Ну, разве что Азамаса, это балды. Берик Айджанов. Берик Айджанов, да. То есть ты, Асель Сагатова, Карл Гаш Мухамеджанова, вряд ли вас можно увидеть на сцене. А Уэзовского театра, Лермонтовского? Ну, конечно. Почему? Ведь театр очень многому учит. Он учит, но, я бы сказал, это две разные системы игры. И порой люди немножко не понимают того, что в театре ты утрируешь много. А потом это показываешь на телеэкране, и это не всегда смотрится хорошо. То есть ты думаешь, что Сергей Безруков переигрывает в своих фильмах? Бывает. Не скажу, что всегда, но иногда бывает. Я не скажу, что я лучше играю. Может быть, вам просто вот новому поколению хочется быстрой славы, да? Я не рвусь за славой. Но неужели известность для тебя не главная? Известность – это то, что дает мне работу. Вот и все. А работа дает мне деньги. Я выбрал ту работу, и я пытаюсь сделать все, чтобы у меня была постоянная буханка хлеба, и, может быть, и не одна. Хорошо. А в театр ты ходишь? В театр ходил. Ну, мне театр… Я учился на режиссеру театра, я так скажу. Я ставил какие-то пьесы. Но та атмосфера театра, мне некомфортно в ней. Мне проще этот натурализм киношный, когда тебе показывают в полные… Вот все твои морщины, и ты не кричишь там на галерку. Мне это приятнее, мне здесь удобнее. И, может быть, я пойду в театр когда-нибудь, я не отказываюсь от этого. Но в данный момент мне все-таки приятнее быть перед камерой. Но ты всю свою жизнь связываешь с кино? Я никогда не зарекаюсь. Возможно, что-то изменится. Возможно. А может быть и нет. Кто знает. А что может изменить? Вот эта вот маленькая зарплата? Да. Потому как возраст и амбиции, как ты сказала, они очень важны. А политических амбиций у тебя нет? Политических? Да. В плане? Ну, в смысле, в политике ты себя не видишь? Нет. Я, наверное, столько их не люблю, что не хочу там даже быть. Почему? Мне кажется, они бездельники. Ты можешь спокойно об этом говорить в Астане, да? А что? То есть ты считаешь всех людей, которые работают в Астане, бездельников? Не всех, а большую часть. Насколько я знаю, что проходит в СМИ, понимают вопросы, которых, ну, только, наверное, этих людей касаются, а может быть и не касаются даже. Ну, ты же знаешь только поверхностно. Ну, я и сужу поверхностно. Я сказал, что не все, но тех, то, что я вижу, что делается... А кого из политиков ты уважаешь? Наверное, я их пока еще не знаю. То есть нет ни одного политика в Казахстане, которого бы ты уважал? За что? Пока не за что. Может быть, я уверен, что есть люди, которые делают свою работу тихо, но правильно. Но большинство, они несут просто чушь. Интересное мнение от молодого актера, да? Казахстанского слышать. Мне интересно, ты в своем твиттере однажды написал. Ну, юность глупа, сначала школа, первый универ, второй универ, половина третьего, столько возможностей выучить родной язык. Теперь трачу деньги и время. Идиот. То есть ты сейчас учишь родной язык? Да. Учил. Выучил? Не совсем. Я не знаю, почему, но он мне так тяжело дается. То есть я в детстве разговаривал на нем. До того, как поступил в школу. В школе все желание и, наверное, всю мою возможность говорить на родном языке, она как-то отпала. Я называю это как психологической травмой, потому что все время надо мной смеялись. Сначала смеялся преподаватель, потом это перешло на учеников. И я старался все меньше и меньше говорить на родном языке. Сейчас я переборол этот страх, но мне почему-то легче выучить другой язык. Потому что разговаривая на чужом языке, надо мной не будут смеяться те люди, на которым они разговаривают. Но тем не менее, тебе наверняка хочется сниматься и в казахских фильмах. Несомненно. Я поэтому пытаюсь учить. Но говоря на казахском, и когда люди слышат акцент, они начинают почему-то реагировать очень агрессивно. Я не могу этого понять, почему. Почему? Я в той же Армении за 7 дней выучил, наверное, больше слов, чем я выучил за всю жизнь на казахском. Я с ними разговаривал на армянском. Они были просто шокированы тем, насколько я быстро изучаю языки. Я выучил стихотворение на армянском про Армению. То есть мне это было несложно. И даже когда я говорил с акцентом, они меня поправляли, но они мне говорили, зачем ты так говоришь, зачем ты так говоришь. Ты же там, ты иностранец, не говори на казахском или на армянском. Здесь я это слышу повсеместно. Какая-то агрессивная идет энергетика от людей. То есть мы тебя в казахскоязычных фильмах не увидим? Почему нет? Увидите рано или поздно.